Привет, друзья! Наверняка вы знаете про технологию OTG, когда мы в обычный смартфон или планшет можем подключить обычную USB флешку. Но для этого нам нужно использовать вот такой вот переходничок, то есть его одеваем, подключаем непосредственно к смартфону или планшету и можем закачивать на неё или скачивать. Вот с собой я таскаю флешку такую рабочую и чтобы можно было периодически подключить её к смартфону, ещё таскаю вот такой вот переходничок. С одной стороны удобно, могу любую флешку воткнуть, да и любую USB, именно то, что мне нужно было, но есть нюанс, что это иногда может потеряться, трудно доставать и так далее. Решил я себе заказать вот такую вот интересную флешку, называю я её туда-сюда, то есть я могу её использовать как с USB портом, так и с microUSB. Итак, ссылочка на неё будет под видео в описании, как обычно, кому интересно, можете переходить, смотреть, заказывать. У продавца много различных цветов этих флешек, там и синий, и зелёный, и розовый, по-моему, и также различные ёмкости от 4 до 32. Я себе заказывал на 32 гигабайта. Именно чёрную, именно чёрная мне пришла. Так, что можно сказать по материалам? Пластик у нас здесь идёт, soft-touch, то есть, наверное, вам видно, да, что это матовый полностью пластик, прикольный на ощупь, классно. Также такая полуматовая вот эта металлическая вставка-крышка. И снимаем колпачок, вуаля, здесь у нас microUSB. То есть данную флешку мы можем использовать как туда, так и сюда, от microUSB или к обычному USB. То есть, например, с компа что-то на неё закинули, потом в телефон ставили, в телефон всё это дело залили. Или наоборот, мы, например, с телефона что-то закинули на флешку, подключаем флешку к телевизору, к компьютеру, или просто кому-то её отдаём, наскачая себе домой на компьютер. Итак, пока всё замечательно, реально классная флешка. Я, кстати, не думал, что она soft-touch, я думал, какой-нибудь обычный пластик будет, потому что цена на них реально низкая. Перейдите, посмотрите, там 4-гиговая флешка стоит что-то 2,5 доллара, что ли, как бы, мне кажется, что это дёшево. Итак, колпачок у нас идёт только на microUSB. На USB он у нас не оденется, там у нас перегородочки, которые это сделать не позволят. Ну, в принципе, USB-порт, он в основном будет использоваться, поэтому, оп, для быстрого доступа такая крышка. Итак, давайте попробуем подключиться. Подключаемся через microUSB, оп, довольно-таки хороший щелчок происходит, довольно плотно село туда, мне нравится. Итак, смотрим, что у нас здесь видно. 29,11 гигабайта у нас флешка, но, естественно, это 32. Если округляем гигабайты в мегабайт и потом в килобайт, то, в принципе, всё правильно. Но, как мы знаем, китайцы иной раз могут обманывать, то есть, показывает нам 32, а по факту там может быть и 4, и 8 гигабайта всего лишь. Сейчас мы ещё проверим также всё это дело на компьютере. Ну, давайте попробуем на неё что-то скинуть и с неё скопировать. Сфотографировал я вот эту флешку и давайте попробуем этот снимок перенести на флешку подключённую. Итак, копируем, USB накопитель, вставить, скопировано. Давайте попробуем запустить её отсюда. Пожалуйста, работает. Итак, по крайней мере, телефон без проблем определяет её. Давайте отключим. USB накопитель отключён. Бац, отключили. Вот такая вот интересная флешка. Я думаю, это будет для меня незаменимый помощник. И, наверное, куплю я себе ещё, наверное, штук несколько. Очень интересная цена, мне понравилась. Так, ну давайте теперь перейдём к компьютеру и посмотрим, что нам покажут тесты ёмкости и скорости чтения записи. Итак, друзья, прогнал я флешку программкой H2Test, которая помогает нам выявить поддельные флешки из Китая. И что же она нам показывает? 29807 МБ. То есть, ну, 32 ГБ, да, это оно и есть. Это у нас на запись и прочиталось ровно столько же. Когда флешки поддельные, обычно записывается там 32, например, да, если заявлено как 32 ГБ. А вот считаться с неё может порядка 8 ГБ, 4 ГБ. То есть, по факту она может быть 4 ГБ, а высвечиваться как 32. Но здесь и записалось 32 ГБ, и прочиталось 32 ГБ. То есть, флешка с заявленным характеристикам соответствует. Так, и по скорости. Скорость меня удивила. 22 МБ в секунду это у нас запись и чтение 25 МБ в секунду. У меня флешки, вот сколько у меня флешек штук, наверное, 8 или 10. Они все работают у меня примерно 11-12 МБ в секунду. У меня как бы железо не очень мощное, но всё-таки. И не знаю почему эта флешка вот такие параметры выдаёт. Хотя стоит, она дешевле, чем любые мои вот эти рабочие флешки. Ну, я приятно удивлён, ребят. Реально хорошая флешечка получается. Но давайте сейчас для премьера что-нибудь на неё закинем. Так, сейчас тут у нас полно файлов. После программки, после прогона. Всё это мы удаляем. И давайте закинем, ну, вот, например, вот это видео. И посмотрим. Смотрим. Опа! 21 МБ в секунду стабильно держит. 11 у меня всегда 11. На любых флешках здесь 21. Сейчас давайте также попробуем его прочитать. То есть, запись это одно, а чтение это другое. Как бы продублируем показатели программки H2Test. Перепроверим её. Так, всё скопировалось, пожалуйста. Заходим. Копируем обратно. Так, пускай заменить. О! Вообще быстро. Ну, там, понятное дело, буферизация и всё остальное. Но, в любом случае, вот программа показывает ровно те же показатели, что и обычная копирование. 22 МБ и 25 МБ соответственно. Так что, друзья, флешку я вам крайне рекомендую. Реально классная. Ну, точно я себе возьму ещё несколько штук. И на подарки родным и близким друзьям. И себе ещё, наверное, парочку возьму, потому что пригодятся. Так, ссылочка на эту флешку будет под видео в описании. Как всегда, можете перейти и посмотреть, кому необходимо. Можете заказывать. Протестировали, флешка хорошая, продавец нормальный. Всё в порядке. А при заказе на сайте Алиэкспресс не забывайте, что любые товары можно купить реально дешевле, чем они на самом деле. И ещё на этом даже и заработать. Об этом также будет более подробно под видео по ссылочкам. Переходите, посмотрите. Ну, у меня на этом, в принципе, всё. Кому видео понравилось или было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. Делитесь этим видосом со своими друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok